Сегодня вторник, и я снова отрасилась с работы. Но, как вы уже знаете из моего предыдущего влога, сегодня мне нужно постричься. Я записалась на стрежку. Через 20 минут мне нужно быть в городе и попасть в перехмахерскую. Ну так, ребятки, все, я постриглась наконец-то. Знаете, как гора с плеч, я обожаю стричься. Я уже, конечно, 150 тысяч раз об этом говорила. У меня такое ощущение после стрежки, что я, я не знаю, как-то очистилась. Как будто какой-то груз с меня свалился. Вот. Сейчас я поеду, наверное, заправлю машинку, еще пару магазинов зайду и поеду домой. Так, покажу вам погоду, какая у нас сейчас. Сейчас чуть накрапывает. Вот такая погода. Ну, в общем-то, все говорят, ой, снега нет, снега нет. Ну, это, в общем-то, обычно бывает такое дело, что в это время нет снега. А мне так вообще нормально. Для меня как раз именно такая погода и является зимой. То есть в Ташкенте именно такая зима. Так, ребятки, купила я себе вот. Блин, не стукнуть ее, да. Стекло на фару. Потому что мое стекло, видите, на фаре треснуло при каких-то трагических обстоятельствах. Ну, цена вопроса 65 рублей. Еду сейчас, ребятки, такая. Смотрю, раз, а у меня мывалка кончилась. Блин, стекло все грязное. Ну, дом-то, конечно, есть. А в машине нет. Ну, блин, сейчас купить, что ли. Ну, хоть дождь пошел. Ну, пожалуйста, сказ не сделан. Пошел дождь такой, здесь мокрый снег. Так что до дома даже дотерплю. У нас уже повесили фонарики. Ну, пока сейчас они не горят. К Новому году начинаются, видите, праздничные украшения. Магазины начинают украшать. Так, а я иду в фикс прайс. Вот, мне нужно кое-что там купить. Так, уже, конечно, немножко темно. Но дома, честно говоря, не хочется мне свет ставить. Хотела вам просто показать, что я купила в фикс прайсе. Тут всего лишь там три покупочки. Потому что я много в фикс прайсе, в принципе, не покупаю. Хожу туда только целенаправленно. Вот первая я купила четыре вот такие вот формы. Стоят они, по-моему, 26 или 27 рублей. Очень удобно. Я уже покупала. Мне очень понравилось. Ну, кроме того, что не нужно мыть противень, он еще имеет вот такую удобную и небольшую форму. Небольшую, не маленькую. То есть у меня есть тоже форма стеклянная, но она большая. Не все туда положишь. А вот это очень идеальный такой размер. Сюда, например, помещается курица целиком, цыпленок, если запекать. Картошечку можно запечь. Ну, в общем, прекрасная вещь. Очень удобная. Можно, например, напечь, что-то с собой взять куда-то, если вы там собираетесь, там, в складчину в гости. Вот. Разогреть же в ней же в духовке. Так что всем рекомендуем. Следующее, что я еще там купила. В общем, видела просто это в обзорах. Честно говоря, если бы не видела в обзорах, просто не обратила бы внимания. Вот такая елочная игрушка. У меня нет елки. В этом, ну, как бы давно я уже не ставлю. Ну, думаю, что все равно какие-то ветки будут. И вот купила такую корону красивую. Симпатичная. А так я, честно говоря, ее просто искала. Так бы я ее даже, честно говоря, не заметила. И купила, ну, это такой расходный материал. Покупаю это постоянно. Раз в полгода меня это коврик возле двери. Потому что выходят они из строя. Вот эта сторона крошится. Ну, и как бы теряет свой вид. Стоит 90 рублей. Я считаю, что раз в полгода вполне себе можно покупать и менять такие коврики. В этот раз купила серенький. Вот, смотрите, у нас в Магните даже продают живые елки. Первый раз вижу, чтобы в супермаркете продавали елки. Я вот вам хочу сказать, что в Магните в мясном отделе всегда приходится ждать продавца. Можно простоять, я не знаю, полчаса. Пока вот продавец изволит к тебе подойти. Очень долго. То есть я здесь стою. Там к ней подходит. Она должна сюда мне прийти, обслужить. К ней подходит. И к ней уже новые подходят. А я все продолжаю стоять, ждать. Но не могу не отметить, что, несмотря на долгое ожидание, продавец очень приятная, обходительная и внимательная. Вот кто бежит меня встречать. Че, мусенька? Замерзл целый день, да? Домой охота? Ща пойдем. Ща, в машину пойдешь? Ну, пошли. Ща. Ща в гараж поставлю и пойдем. Ребят, представляете, иду сейчас из гаража в сумки. Кошка здесь орет ей домой. Кинулась в сумку, нет ключей от дома. Я уже в другой карман. Я уже в карманы куртки. Думаю, блин, где же они есть? Все, пересмотрела, всю сумку перетрахнула. У меня сумочка сейчас прямо такая маленькая. Блин, думаю, что же такое, что же делать? Вот, уже внутренне думаю, блин, свекровь вроде ключи мы не оставляли. Думаю, блин, хотели ведь оставить, вот на всякий случай не оставили. Вова в Москве, Настя в Рязани. Ну, у кого есть носители ключей? Думаю, блин, что же делать? Форчику, что ли, лезть? Или как? Или взламывать окно как-то? Или там, я не знаю. Блин, уже в голове все крутится, вертится. Как же я попаду домой? Думаю, ну, пойду хоть посмотрю. Может, в машине обронила. Думаю, может, уж на работе обронила. Думаю, нет, скорее всего, наверное, на улице. В общем, туда-сюда, туда-сюда нету. Тут, в общем, в машине смотрю. А в машине, в гараже все-таки темновато. Думаю, блин, надо где-то фонарь сейчас найти у Вовы здесь в гараже. И сосед подошел. И что тут, Ляса, точится со мной, говорит. В общем, что-то стал говорить. Я стала сумку свою ощупывать. И чувствую под прокладкой ключи. Раз в карман. В кармане вроде дырки нет. Смотрю, там мои ключи от машины. Блин, это, наверное, от машины я просто нащупала через это. Потом раз, короче, из машины взяла. Опять щупаю. Нет, ключи. И вот массенькая дырочка в кармане оказалась. И они в нее попали. И вот под прокладку. Хорошо я хоть нашла. Хоть в окно не полезла. Вот такое у меня колитие сегодня случилось. Ну, теперь уж точно до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok